В эфире новости, мы продолжаем выпуск. В Горьевском районе то нефть разливается, то пока предположительно формалин. На территории птицефабрики экологи обнаружили две бочки с еще неопознанным веществом. Глаза их заслезились, в горле запершило и не от душевной боли за матушку природы, а от паров той самой неопознанной субстанции. Вздохнула опасный воздух и наш корреспондент Евгения Курбатова. По-другому доказать представителям птицефабрики, что на этой территории находится опасное, возможно, ядовитое вещество, не получилось. Вместо попыток содействия, обратите внимание, сотрудникам МВД делают наоборот. Руководство фабрики в МЧС не обращалось, и никто бы не узнал, если бы не анонимная жалоба местных жителей. Экологи, полиция и журналисты отреагировали оперативно. Выехали в Гуревск, зафиксировали некое химическое вещество не только глазами, но и теми органами, которые лор лечит. Предположительно, это канцероген формалин. Раствор для дезинфекции опасный и для бактерий, и для людей. Если брать 4-процентный раствор формальдегида, то 35 грамм этого раствора, это как бы смертельная доза. При тяжелом отравлении человек уже умирает от отека легких. Попытки общественников объяснить, насколько это опасно, завершились одним. Завтра приезжайте с прокуратурой, будем разбираться. Что ж, мы приехали завтра, но вместо разбирательств журналистов и экологов даже на порог не пустили. В соответствии с законом ОСМИ вы обязаны представить? Нет. Обязаны. Вы препятствует еще к моей работе. К слову, такое препятствие по тому же закону ОСМИ наказуемо вплоть до уголовного преследования. Да и проблемы оказалось всего лишь через сутки, никакой уже нет. Найдено было при строительных работах какой-то сгнивший резервуар с жидкостью неизвестного назначения. Возможно, это даже жидкое мыло, либо какой-то давно иссокший какой-то препарат. Внимание, вопрос. Зачем жидкое мыло советских времен в землю зарывать? Экологи сделали вывод. Мне кажется, что руководство предприятия мешает проведению всех необходимых работ и всячески пытается скрыть факт допущенного ими серьезного нарушения, которое могло повлечь в том числе чрезвычайную ситуацию, опасную для жизни и здоровья населения города Гуревска. Специалисты, которых на территорию все-таки пустили, сделали забор почв и воды. Они объяснили, что по запаху на жидкое мыло субстанция не похожа. Назвали те же симптомы, что и экологи, и которые не присущи мылу. Чуть-чуть щипало глаза и немножко жгло в горле. То есть можно сказать, что там действительно разлив каких-либо химикатов? Ну, неприятно. Результаты экспертизы станут вскоре известны. Тогда же выяснится, какие последствия ждать Гуревску. Евгения Курбатова, Юрий Глотов, Сергей Мещеряков. Служба новостей.